И снова хаюшки. Серия для тех, кто с нуля неожиданно зашла, и я решил снять ее продолжение. Тем более, что вы и сами просили. Ну и раз просили нарезку, будет нарезка. Но учтите, что это прохождение, поэтому нарезка ключевых событий и различных случаев будет последовательно, относительно и по мере прохождения. А вот нарезка отдельных тем, например по охоте или строительству, будет в отдельных гайдах. Впрочем, основные, доступные для начала вида охоты и прочее вы увидите и здесь. В этой серии я буду больше комментировать свое прохождение, продолжая и воплощая рассказанное в первой части. А также добавляя то, о чем забыл или не успел рассказать. В первой серии я снял один день выживания, который длился 25 минут реального времени. В этой серии я снял плюс еще 3 дня, но из-за нарезок получилось 15 минут реального времени. То есть в среднем по 5 минут на каждый день. И так мой второй день не слишком отличался от первого. Я снова носился по карте, собирал ресурсы, ловил куриц и срывал травку. Питался, потом снова добывал, собирал, ловил и так по кругу. Как вы успели заметить, то я противоречив своим советам все же собирал руду. Однако на самом деле я это делал лишь на скале со своим костром. Ну и пару раз в озере. Руду, которая мне встречалась в других скалах, я игнорировал. Ну надо же что-то делать, пока жарится мясо или копится выносливость. Ну а еще я потихоньку начал охотиться. Даже если ты копишь гвозди и не крафтишь стрелы, все равно иногда стрелы будут попадаться в ящиках с лута. Ну а раз они есть, почему бы и не пострелять. Тем более для мелочи типа кролика достаточно всего одной стрелы. Ну а еще я решил не ограничивать свое меню мясом животных. Поэтому старался не пропускать толстенные деревья, из которых при рубке попадаются личинки. Рыбалкой я займусь на третий день, а в эту ночь мне удалось еще заколбасить волка. Напомню, что не стоит забывать мыть руки после разделывания зверей, иначе заболеем. А противоядие не так просто поначалу с крафт. Впрочем, с болезнью тоже можно жить. Все на что она влияет, это уменьшенные показатели здоровья и выносливости. Вроде не так страшно и заметно, но все же бегать сможем не так долго. А значит за день найдем меньше ящиков и ресурсов. На следующий день я уже замахнулся на медведя. Причем аж третьего уровня. Ковырять его пришлось долго. Я надеялся, что из него выпадет больше ткани. Но мне не повезло. Выпало больше жира. Ткань мне понадобится, чтобы быстрее скрафтить печку. Для печки ее нужно всего три штуки. Но еще ткань нужна для крафта бинтов. До полноценной аптечки еще далековато, а вот бинт гораздо доступнее. Если есть ткань, конечно. Причем бинт нам понадобится всегда. Даже когда будет много аптечек. Он хоть лечит очень мало, зато в отличии от аптечки способен остановить кровотечение. Которое со временем наносит немалый урон здоровью. Ну и конечно же ткань используется для крафта всех видов одежды и даже брони. Получить ткань можно также скрафтив из хлопка, выращенного на грядках. Вот только семена хлопка встречаются не так уж часто. Вскоре, прямо к моей скорее, пришел еще один медведь уже второго уровня. Ресурсы с него были почти те же, но на два куска жира меньше. Когда моем руки в озере, а не из фляги, не забываем собирать водоросли. Они могут здорово выручить, если с ягодами и яблоками не везет. Этот день оказался урожайным на спичке. К вечеру у меня их уже было аж три штуки. Зато с хищниками был пару раз на грани. Один раз меня чуть не догнали на остатках выносливости. А один раз я сам себя загнал в ловушку, когда залез на скалу, убегая от волка. До сих пор не пойму, зачем я туда заперся. С одной стороны медведь и отвесная скала, а с другой выход, возле которого атакующий волк. В пистолете всего три патрона и пару стрел в загашнике. На волка должно хватить, если особо не промахиваться. Но я как-то вдруг растерялся. Потому что показатели голода полные, а в инвентаре лежат несколько кусков уже пожаренного мяса. Если потратить последние боеприпасы на волка, то мясо из него скорее всего пропадет и придется его выкидывать. В общем, в борьбе за жизнь и жадность победила последняя. Но мне повезло. Волк все же успел укусить. Но при этом я не получил отравления, как это часто бывает при укусе хищников. К тому же он, видимо, застрял на высокой скале. Поэтому я легко и быстро убежал к толстому дереву, из которого тут же наковырял очередную личинку для приманки. Если кто обратил внимание, то перед скалой, с которой я убежал, находилось озерцо. К нему я и направлялся, когда за мной увязался волк. В общем, я вернулся к нему, чтобы порыбачить. Кстати, признаюсь честно, что до прошлой серии прохождения я вообще ни разу не рыбачил. Когда я записывал советы для тех, кто с нуля, то мне пришлось в этом разобраться, чтобы понять, как это работает. До этого я считал, что ловля рыбы это такая рандомная штука, из-за чего чаще всего становится пустой тратой ресурсов на наживку. Но когда я понял, как нужно ловиться 100% шанса улова, то мне это прям сильно понравилось. К сожалению, время было уже под вечер. К тому же, некоторая рыба уж больно долго клевала. Стало быстро темнеть, и я справедливо решил, что пора сматывать удочки, иначе я не смогу найти дорогу к своей скале. Как оказалось, я все же слишком увлекся рыбалкой. Поэтому в итоге таки заблудился. Блуждая в темноте, я вышел к забору, который означает край карты. Ночью здесь, конечно, хоть глаз выколи. Даже с осветительной палкой уже через пару шагов совершенно ни черта не видно. Хорошо, хоть шкалу здоровья хищников видно даже в темноте, иначе моя серия уже бы закончилась. Но все равно я решил дальше не рисковать, и найдя очередную длинную скалу, забрался на нее и скрафтил новый костер. Хорошо, что с собой была найденная спичка. Две предыдущие я оставил на том костре. До утра я развлекался разделкой из жаркой мяса и рыбы. Ну а утром, закинув еще дров, чтобы крафтился пепел, отправился проведать свою предыдущую скалу. Как оказалось, она была практически рядом. Буквально за пару камешков от этой. Я решил, что пора уже отсюда сваливать и искать место для постройки базы. Так что я собрал спички с пеплом, разобрал костер и отправился к озеру. Чтобы, следуя своему же совету, построить базу где-нибудь посреди воды. Советовать, конечно, легко, но когда сам начинаешь искать, в какой точке озера заложить фундамент своей базой, то глаза разбегаются. В итоге я решил приткнуться к скале по трем соображениям. За скалой можно прятаться от охотников. Не нужно глубоко нырять, чтобы быстро найти водоросли или песчаник. Со скалы можно подманивать волков, стреляя по ним. Если это делать с базы, то они будут убегать. Имеющихся ресурсов мне хватило на крафт одного фундамента, одного ящика, одной стенки, двух потолочных оснований и блока управления базой. Для остальных построек, согласно моим советам, мне не хватало досок. Да и к тому же, когда мы ставим блок управления, то показатели энергии и массы не становятся сразу на максимум. Нужно подождать, пока они сгенерируются, иначе на печку не хватит. Когда я все это ставил и передвигал, мне повезло стать близким свидетелем разборок местной живности. Эту фишку разработчик реализовал сразу с добавлением оленя, обнова 7 апреля 2018 года. До этого животные никак не взаимодействовали друг с другом. В отличие от остальных зверей, олень умеет гулять по всей карте, и когда он заходит в область обитания хищника, то последний пытается напасть на оленя. Не скажу точно, но похоже с лосем такая же ситуация, несмотря на его крутые рога. К этому я вернусь чуть позже, а пока продолжим с постройкой. Блок управления нужно ставить повыше. Дело в том, что сам блок управления является неким ядром, вокруг которого образуется невидимая область в форме шара. Только внутри этой области можно устанавливать любые другие технологии, которые можно скрафтить из блока управления. Печки, грядки, курятники и так далее. Очевидно, что под водой мы вряд ли будем что-либо строить. А вот верхний этаж наверняка. Поэтому лучше сразу лепить блок управления под потолком. Вскоре после установки блока управления нам выскочит сообщение о том, что в следующие несколько дней на карте начнут появляться охотники. Напомню, что согласно текущих настроек, они появятся ровно через два дня. Да, еще пару слов о блоке управления. Чтобы увидеть область действия сферы вокруг блока управления, нужно взять в руки любую из технологий, созданных в блоке управления. Печку, кресло, что угодно. И тогда мы увидим границы этой сферы. Но вообще в дальнейшем, когда будет много ресурсов, то этих блоков управления можно наклепать сколько угодно. Но для начала ресурсы лучше пригодятся на другие технологии. Во время очередного забега за ящиками, мимо меня вдруг пробежал лось. От неожиданности я не придумал ничего другого, как просто побежать вслед за ним. Ну это как в фильмах-катастрофах. Все бегут и я побежал. Это было странно, так как лоси, как и олени пытаются нас избегать. Судя по всему, его отпугнул какой-нибудь хищник. И судя по рычанию, это был медведь. До этого я не замечал, чтобы лось убегал от хищников. После установки печки настроение заметно повысится. К тому же у меня было несколько кусок курятины, а также личинки для будущей ночной рыбалки. До полной темноты мне удалось найти еще несколько ящиков. И на этом третий день подошел к концу. Ночь я провел в заловле рыбы. Для чего мне пришлось переставить печку поближе к воде. Иначе пополовок не было видно. Улов получился очень удачный. Две обычные рыбки и два больших лосося. Обычную рыбку можно либо сразу поджарить без очистки, либо пустить на выжимку рыбного жира в количестве одной штуки с каждой рыбки. Еды у меня было достаточно, так что я скрафтил жир. Большой лосось сразу поджарить нельзя. Его нужно предварительно разделать. После разделки одного лосося мы получим две единицы рыбного жира и два куска довольно питательной лососины, которые уже можно пожарить. Я не стал сразу разделывать лосось. Объясню почему. Сразу как я его разделаю, запустится отчет времени до того момента, как рыба станет испорченной. Если я правильно помню, то у нас есть примерно 20 или 22 минуты реального времени до того, как рыба испортится и ее придется выкидывать. Поэтому эти 20 минут я буду таскать сырую рыбу, то есть примерно до вечера. Когда подойдет время, я ее разделаю и счетчик обнулится. И теперь целых 20 минут я могу таскать сырые куски разделанного лосося. Когда подойдет время, я ее пожаю и снова могу таскать еще 20 минут. Такой вот лайфхак. В очередной вылазке я заскочил на свою вторую скалу со ставленным костром. Там я снова собрал полезный пепел и как экономный выживатель разобрал на ресурсы костер. Вообще четвертый день оказался самым богатым на находке. И это несмотря на последующую возню с лосем. Да, в этот день я еще два раза его повстречаю. О нем чуть позже. А пока еще один лайфхак для новичков, которые совсем уж боятся всего и хотят ковать железо, не отходя от касс. Или, если перефразируя, собирать ресурсы, не отходя от базы. Объясню подробнее. Как ты уже знаешь, ящики с лутом, как и руда с травой, распределяются по карте случайным образом. Время жизни у каждого из этих ресурсов разное. Когда подходит срок, то ресурс попросту исчезает и появляется уже где-нибудь в другом месте карты. У меня много раз было, когда я подбегаю, например, к руде и прямо перед глазами она исчезает с черным дымком. Так вот, если ты этот ресурс собрал, то для игры это не означает, что время жизни объекта истекло. Счетчик времени жизни ресурса будет продолжаться, несмотря на то, что самого ресурса уже нет. Думаю, ты уже догадался, как быстрее сбить время этого счетчика. Правильно, нужно сохраниться и тут же перегрузиться. Во время загрузки игры происходит полный сброс всех ресурсов на карте. Если ты перед этим защистил некую область, то с большой вероятностью там снова появятся ящики и прочие травки с рудой. Точно так же можно хитрить и с хищниками. Если ты видишь, что тебе уже точно хана, жми Escape и затем сохранить и выйти. После загрузки ты появишься в том же месте, но зверей рядом уже не будет. И я не буду врать, что ни одного раза этого не делал. На четвертый день за мной ввязался волк, от которого я никак не мог отцепиться. Несмотря на то, что у меня была полная шкала выносливости, он таскался за мной через всю карту, пока я не выдохся. Когда закончилась выносливость, я понял, что и мое прохождение тоже. Но я тут же вспомнил, что моя цель показать, как развиваться начинающим. Ставить рекорды лучше на стримах, а когда показываешь нарезку, то все равно не докажешь, какой ты крутой выживальщик. Так что я нажал сохранение и перегрузился. Сейчас на экране я пытаюсь подстрелить лося. Мне не повезло, так как у меня в итоге закончились боеприпасы. Так что я плюнул на него и ушел на базу. Но пока я за ним гонялся, мне пришлось еще пару раз перегружаться и я обнаружил еще две особенности. Первая состоит в том, что лось после перезагрузки не исчезает, в отличии от хищников. Вторая особенность в том, что если до сохранения мы его постреляли, то после загрузки количество его жизни станет заметно выше, чем было до сохранения. Зато от лося легче убежать, чем от хищников. Он преследует нас гораздо меньше, так что если у тебя слабое оружие, но много патронов, то задолбать его вполне возможно и на раннем этапе игры. Когда я в третий раз встретил лося уже на другом конце карты, то лишь показал ему фак. Зато тут же обнаружил редкий лочиный ящик. Одну халявную отмычку мне выдали при крафте блока управления, так что я смог открыть его и получить немало редких ресурсов, среди которых оказались жилы, которые можно выбить из того же лося или более опасной пумы. К этому времени день подходил к концу. Меня снова ждала ночная рыбалка. Но перед этим мне хватило накопленных энергии и массы, чтобы скрафтить одну грядку. И я тут же засел ее полезными овощами. Семена хлопка и лекарственных растений оставил на потом. В качестве удобрения мне пригодился накопленный до этого пепел. Дерево в этот день я нарубил мало, поэтому в постройке я пока мало продвинулся. Хватило лишь для крафта двух потолочных плит, которые я теперь устанавливаю вместо пола. Зато очень удобно получилось с поливом грядки. Я поставил ее рядом со скалой поближе к воде. Так что мне даже не пришлось бегать. Я просто встал в воду и не закрывая меню полива набирал воду и тут же поливал. Это очень удобно, особенно когда фляга всего одна. На этом четвертый день моего прохождения закончился. Впереди и ночная рыбалка, а я на этом прощаюсь. Пишите в комментах, если хотите продолжения и как вам такой стиль прохождения. Спасибо за просмотр. Пока!